Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале ГРТ. В студии работает Татьяна Ставилова. Вначале коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цена на газ для потребителей Гагаузии в предстоящем отопительном сезоне составит 10 леев за кубометр. Об этом 31 октября сообщила башкан автономии Евгения Гуцул. По ее словам, этого удалось достичь за счет подписанного соглашения между турецкой и немецкой компаниями. Башкан Гагаузии Евгения Гуцул в соцсетях сообщила, что ее команде удалось достичь договоренности по доставке газа в Гагаузию по более дешевой цене, чем предлагают молдавские поставщики. По ее словам, в этом отопительном сезоне тариф для жителей автономии составит 10 леев. Этой зимой жители нашей автономии не останутся один на один с непомерно высокими тарифами на энергоресурсы. Как мы и обещали во время выборов, мы нашли возможность обеспечить потребителей в автономии природным газом по специальной цене, гораздо ниже рыночных. Это была сложная задача, но нашей команде удалось. Теперь газ для жителей Гагаузии будет в разы дешевле – 10 леев за кубометр топлива. Турецкая компания подписала с крупным европейским трейдером контракт на покупку газа напрямую из европейской системы газоснабжения. На странице главы Гагаузии было опубликовано гарантийное письмо от немецкой фирмы, которая будет передавать природный газ из европейских хранилищ. Турецкая компания, в свою очередь, подписала контракт с молдавским лицензированным оператором для доставки данного газа по специальной цене. Мы продолжаем вести переговоры, чтобы помочь и нашему доброму соседу Тараклийскому району, и нашим друзьям из Аргеевского района. Рассчитываю, что в ближайшее время, в течение двух недель, удастся договориться о специальных тарифах на природный газ и в этих районах. Жители автономии ждут снижения тарифа на природный газ. Дай бог, чтобы было поменьше, людям будет, конечно же, легче. У нас цены большие, но зарплата маленькая. Я думаю, что будет хорошо. Смотрю положительно, пока не знаю. Ну, если будет, молодец, молодец, так и действует. Не знаю, дай бог, чтобы было так. Конечно, на 30 лей и 10 лей есть разница. А мы получаем 1600. И куда девать эти деньги? На лекарства или надо заплатить газ или свет? Газ это производство. Когда экономика идет достаточно сильная, когда открывается рабочий мост, так и ценой газа тоже решается проблема. Поэтому я желаю вам успехов и перемены в Гагавузии. Я приветствую. Я приветствую. И очень рад, что наконец-то народ услышали хоть немножко. А то, что башка дала, это очень даже неплохо. Естественно, смотрю на это прекрасно, потому что это дает нам больше возможностей в плане того, что будут ниже цены, в принципе, на любые продукты. Будет, в принципе, лучше расплачиваться за услуги и тому подобное. В принципе, и хорошо, что 10 лей для очень многих это более доступное, более выгодное. Стойно для стариков. Это очень важно. Будет 10 лей, я согласен, конечно. 10 лей – это очень хорошо. Очень хорошо. Региональные власти сообщают, что поставка природного газа по этой стоимости начнется с 1 декабря. В контракт включен объем для жителей Тараклийского и Аргеевского районов. С 1 ноября граждане могут зарегистрироваться на сайте компенсации ГОФМД для получения компенсаций за отопление, газ и электричество в холодный период года, согласно государственной программе. Размер выплат будет зависеть от установленной категории энергетической уязвимости, а степень устанавливается на основе дохода семьи за последние 6 месяцев и потребления энергии в прошлом сезоне. Желающие получить компенсацию за энергоресурсы уже могут регистрироваться на сайте компенсации.гоф.мд. Выглядит он абсолютно так же, как и в прошлом году. Те, у кого нет доступа к компьютеру и интернету, могут обратиться к социальному работнику или библиотекарю. Они помогут в регистрации и заполнении данных. В 2023-2024 отопительном сезоне появятся еще две категории энергетической уязвимости. Теперь их будет семь – потребители с крайне высокой энергетической уязвимостью, с очень высокой энергетической уязвимостью, с высокой, со средней, низкой, с первичной энергетической уязвимостью и потребители без энергетической уязвимости. Присвоение степени уязвимости будет осуществляться на основе среднемесячного дохода и численности семьи. Также будет учитываться местность проживания – городская или сельская. Более высокие компенсации будут получать семьи, в которых воспитываются маленькие дети, потому как теперь пособия на них не будут влиять на определение категории уязвимости. В Министерстве труда сообщили, что размер компенсации в этом отопительном сезоне будет отличаться от прошлого. Чтобы окончательно установить, каков будет объем компенсации, мы должны выяснить такие аспекты. Размер тарифа на аэроэнерго-носители, доходы семей, которые запросили компенсации, и то, сколько правительство сможет на это выделить. Мы уточняем ресурсы, однако уже сейчас можно точно сказать, что ресурсов меньше, чем было в начале отопительного сезона. Тогда у нас была помощь партнеров. В этом году выделенные партнерами деньги направили в другие области, включая повышение энергоэффективности и энергетическую независимость Молдовы. Потому что система компенсации – это временная мера, которая просто смягчает последствия неэффективной системы. Регистрироваться на сайте должны все, включая тех, кто уже это сделал в прошлом сезоне. Мы решили узнать у жителей автономии об их намерениях. В прошлом году не регистрировался, я был в армии, но не знаю, будет нормально, потому что тоже самое, дрова сейчас дорогие. А как не будем регистрироваться? Дровишки нету, газ дорогой. Что делать нам? Конечно. У меня пенсия 1970 трилеев. Регистрировался и планирую, чтобы компенсировали эти сумасшедшие цены на газ. В прошлом году компенсировали и то, хоть часть, и то тяжело было все равно, но хотя бы так. Что-то будет компенсировать. Вот как раз собрался, ты создал библиотеку, будешь много читать, будешь больше получать. А это в прошлом году получал, а в этом году посмотрим, сейчас пойду туда. Наверное, надо. 14 рублей платили за газ. Регистрация на сайте продлится до 25 ноября. Уже 26-го граждане получат ответ о присвоенной категории уязвимости. В этом отопительном сезоне помощь получат около 255 тысяч домохозяйств. Для этого подготовлено около 1,2 миллиарда флиев. Мария Статова, Григорий Ставилов, Ирина Резунец. Новости ГРТ. Чадрилунг на местных выборах представлено пятью кандидатами в мэры города. Среди них Иван Константинов от партии «Ренаштери», от ПСРМ баллотируется Анатолий Кулев, от партии «Шанс» Эльвира Петкогла и независимые кандидаты Анатолий Топал и Георгий Марангос. У каждого в предвыборной программе значится решение социальных проблем. С подробностями Екатерина Михайлова. Четыре дня остается до выборов. Кто-то уже четко определился с выбором, кто-то на перепутье. Есть и те, кто решил на выборы не идти. Кандидаты активизировали свою агитационную работу. В Чадрилунге на пост «Примара» претендует пять кандидатов. Под номером один в бюллетене – кандидат от политической партии «Ренаштери» Иван Константинов. На наш вопрос, в чем заключается его предвыборная платформа, Иван Константинов сослался на чрезмерную занятость и отвечать не захотел. По этой причине и в дебатах на ГРТ участие не принял. Накануне в прямом эфире нашего телеканала прошли предвыборные дебаты с участием трех кандидатов из Чадрилунги. Анатолий Топал, независимый кандидат, назвал важные аспекты своей программы. Это строительство фабрики на 500 рабочих мест, строительство крытого спортзала, а также запуск муниципального транспорта, который позволит… Уменьшить стоимость проезда, обеспечить доставку школьников утром в учебное заведение, потому что это будут электроавтобусы. Мы построили солнечную электростанцию, которая позволит нам заряжать данный автобус, обеспечить этот общественный транспорт по городу, он будет муниципальным. Под третьим номером в бюллетене кандидат от партии социалистов Молдовы Анатолий Кулев. Прецедент примары Чадрилунги обозначил социальную ориентированность своей предвыборной программы. На сегодняшний день надо изменить кардинальный подход. Вопрос дорог будет решаться коллегиально, вопрос дорог будет решаться в первую очередь, мы говорим о дорогах, о которых ездит наш транспорт, имеется в виду общественный транспорт, это автобусы. Второе – это подъезды к социальным объектам и к нашим учебным учреждениям. Избирателям бюллетеня на четвертой позиции еще один независимый кандидат – Георгий Марангос. Он заявил, что идет на выборы при поддержке политической партии «Шанс», в программе которой предусмотрено множество инфраструктурных проектов, в частности строительство и ремонт дорог. Нам предстоит эти 8 километров при том бюджете хорошем, который сегодня есть в городе, благоустроить и бандернизировать наши дороги порядка 15-20 лет. Это тот срок очень, скажем так, длинный, как его можно сократить. И мы предлагаем, наша команда предлагает сократить этот срок. Заключает избирательный бюллетень Эльвира Питкогла, баллотирующаяся от политической партии «Шанс». Кандидатка поначалу обещала ответить на наш вопрос относительно основных пунктов программы. Однако спустя некоторое время секретарь ответила, что у Эльвиры Питкогла очень плотный график дня. И она не сможет ответить на наш вопрос. Екатерина Михайлова, Ирина Резунец, новости ГРТ. Начались долгожданные осенние каникулы для школьников, которые продлятся с 1 ноября по 5-е включение. О том, как обезопасить ребенка в это время в материале Ирины Караман. Обучать ребенка элементарным правилам безопасности во время каникулы не только нужно с самого раннего возраста. И это задача для всех родителей. Доктор-терапевт Елена Руссу отметила самые важные правила, которые необходимо знать детям. Этому она научила своего ребенка-первоклассника. Оставаясь дома, необходимо напомнить о том, что дети не должны играть с колющими, режущими предметами, пользоваться взрывоопасными какими-либо предметами. Ни в коем случае не употреблять медикаменты, в первую очередь в отсутствии самих родителей и без назначения врача. Родители рассказали, о каких правилах безопасности должны знать дети. Не оставлять включенными электроприборы. Также по технике, не по технике, а по правилам дорожного движения тоже не оставляем, чтобы была внимательнее, переходила только в отведенные подлетевые места к дорогу. У меня дочка, в принципе, одна не остается дома, но я всегда ее предупреждаю, чтобы ни в коем случае она не трогала электрические приборы. А во-вторых, без разрешения из дома, чтобы не уходила, а если даже куда-то и собирается, только по разрешению. Ну, чтобы он был внимательный на дорогах, чтобы не выходил на дороге. Слава Богу, мы живем далеко от дорог. Чтобы с незнакомыми людьми не общался, не говорил. Поздороваться можно, но разговаривать нельзя. Ничего нельзя брать у незнакомцев. Чтобы и в доме также был очень внимательный, не трогал ничего из газового, электричества. Тоже, чтобы был внимательным, послушным. В учебных заведениях периодически проходят открытые уроки, спектакли, которые направлены на обучение детей правилам безопасности. Ирина Караман, Владислав Табачук, Алексей Герчу. Новости ГРТ. Преподаватели и учащиеся лицеи имени Тодра Занета из села Конгас с 65-летним юбилеем поздравили академика, поэта, писателя, драматурга, исследователя, фольклориста, режиссера, сценариста, публициста Тодра Занета. Его имя носит данное учебное заведение. Подробнее в сюжете Полина Барбовой. «Я сын своего народа. Мой долг жить». Под таким девизом прошло мероприятие, посвященное 65-летию академика Тодра Занета. Преподаватели и учащиеся теоретического лицея села Конгас подготовили интересную программу с различными конкурсами. На стихи поэта, писателя Тодра Занета прозвучали песни. Директор теоретического лицея Мария Чебанова отметила, что считает себя очень счастливым человеком, так как давно знает поэта, писателя, драматурга, исследователя, фольклориста, режиссера, сценариста и публициста Тодра Занета. Ближе мы познакомились с вами, Тодор Иванович, 20 лет назад. Первое свое мероприятие, посвященное вам много лет назад, прошло очень волнительно для меня. Я очень благодарна Богу, что наше учебное заведение в теоретическом лице села Конгас носит именно ваше имя, имя академика Тодра Занета. От имени всего педагогического коллектива, от имени жителей села мы хотим вам пожелать мирного неба над головой, крепкого здоровья, творческих успехов. Ждем с нетерпением ваши новые произведения. Академик Тодор Занет был приятно удивлен проведенным мероприятием. «Я не ожидал такого праздника, такого неожиданного сюрприза», подытожил писатель. «Спасибо огромное всем за столь прекрасный праздник. Я люблю правду. Хочу отметить, что сегодня в стенах данного учебного заведения лжи не было. Прозвучала только правда. Все мои произведения написаны от души и прозвучали из уст учеников так же. Я это прочувствовал. Спасибо всем еще раз за неожиданный сюрприз». Теоретический лицей села Кангас 2015 года носит имя академика Тодора Занет. На сегодняшний день учебное заведение посещает около 500 учеников. Полина Варбова, Григорий Славилов, Алексей Герчу, БРТ. Новости. Уже в эту субботу, 4 ноября, в Камраде пройдет фестиваль вина «Гагаус» Шарапьёртусу. В связи с этим, начиная с 1 ноября, в городе будет частично ограничено движение транспорта. Подробнее в сюжете нашего корреспондента Марина Тепал. Согласно распоряжению, исполняющего обязанности примара муниципия Камрад «Инны Влах» с 1 ноября с 23.00 и до 8 часов утра 2 ноября будет перекрыта центральная площадь. С 23.00 будет установлена сцена, и поэтому вечером, то есть уже поздним вечером, будет перекрыта дорога. Ограничено движение по улице Победа. Получается улица Победа от улицы Третьякова до улицы Галацана. Это значит центральная наша площадь. Со 2 по 4 ноября с 17.00 до 8.00 утра будет ограничено движение на следующих участках дорог по улице Победа от улицы Галацана до поликлиники, по улице Третьякова от улицы Ленина до медицинского центра «Оптик плюс». 4 ноября для проведения данного праздника с 8.00 утра будет приостановлено движение транспортных средств на ниже следующих участках дорог. Получается улица Ленина будет перекрыта от улицы Комсомольской до улицы Федько. Улица Третьякова будет перекрыта от улицы Пушкина до медицинского центра «Оптик плюс», которые расположены по улице Третьякова. Улица Галацана от улицы Ленина до улицы Победы и от улицы Пушкина до улицы Ленина, то есть Аллея Славы. Улица Победы от улицы Галацана до Комрадской районной поликлиники. Данное распоряжение было направлено в инспекторат полиции для обеспечения безопасности дорожного движения. Марина Топал, Григорий Иставилов, Ирина Резунец, Новости ГРТ. В завершение выпуска о погоде. В Гагаузе ожидается облачная погода без осадков. Ветер от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха в Комраде днем плюс 16 градусов, ночью плюс 8 градусов. В Чадырлунге днем плюс 16, ночью плюс 7 градусов. В Вулканежтах днем плюс 17, ночью плюс 8 градусов. Это были новости на канале ГРТ. Смотрите и читайте нас на сайте ГРТМД, на ютуб-канале, в фейсбуке, а также в телеграм-канале. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова